Здание амбулатории в поселке Красный Яр было построено в начале 60-х годов вместе с появлением этого населенного пункта. Постепенно сооружение пришло в негодность и в прошлом году здесь начали ремонт в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Так теперь выглядят некогда аварийные помещения амбулатории. Обслуживают здесь не только местных жителей, но и гостей из города. Владимир живет в Ленинском районе, однако за медпомощью обратился сюда. Говорит, что не разочарован. Мне очень нравится. И самое главное, что нет очередей. Помимо отремонтированного здания и нового оборудования, произошли здесь и другие изменения. Дело в том, что раньше жителям Красного Яра за получением более углубленной медпомощи приходилось ездить в районную больницу, расположенную в Краснообске. Это примерно 45 километров. Теперь медобслуживание четырех населенных пунктов Новосибирского района – Красного Яра, Сосновки, Кубовой и Степнова – передали больнице номер 4 в Пашино. У нас существует запись через нашу медицинскую организацию к узким специалистам. Везде предварительная запись. Также для пациентов с онкологическими заболеваниями мы прикреплены к ЦУАПу городской клинической больницы, где выделяют тоже онкологи места. Поэтому вся доступность пациентов, вся организована. Работу по передаче медобслуживания населения сел Новосибирского района в расположенные поблизости от них городские медицинские учреждения в региональном министерстве здравоохранения планируют продолжать и дальше. У нас в рамках концепции продумана логистика Новосибирского района. Мы действуем поэтапно. Ранее уже к Дзержинскому району, городской клинической больнице номер 2, был присоединен один куст Новосибирского района. Затем к поселку Кольцово был присоединен сектор ФАПов, приближенных к этому участку. Помимо организационных моментов возник и вопрос транспортной доступности. Дело в том, что из Красного Яра автобус ходил только до площади Калинина, от которой до Пашина, где находится 4-я больница, немногим ближе, чем до Краснообска. Пришлось подключаться местным властям и областному Минтрансу. Сейчас регулярный транспорт проходит мимо Красного Яра, других населенных пунктов и до поселка Пашина. Впрочем, некоторые трудности все же остались, говорят местные жители. Автобус из Красного Яра в Пашино ходит лишь 4 раза в день, и при этом нигде не вывесили его расписание. Врачи уже пообещали известить об этом местные власти, чтобы они нашли способ донести эту информацию до жителей села. Хотя, конечно же, это уже совсем другая проблема, связанная с транспортной доступностью удаленных микрорайонов города и близлежащих сел.